Альфа Ализе 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 более работает в данном случае предлагаю посмотреть вы давайте вам покажу как это все делается сейчас мы с вами разберем декоративный материал под названием альфа ализе я расскажу и покажу как он наносится также параллельно расскажу о его расходах его тонкостях и так далее так далее что из себя представляет данный материал это материал с перламутровой основе с наполнением мелких мелких стеклянных шариков есть три базы золото перламутр ну и бронза соответственно вот самая ходовая база понятно делает перламутровая потому что коллируются светлые пастельные цвета которые чаще пользуются спросом нежели всяких и миллион и в виде золота и бронзы поэтому клювается тоже вы какого пастельные бежевые там светлые цвета так и довольно-таки насыщенные яркие цвета у нас сегодня рассмотрение с вами будет цвет очень очень яркий и красиво переливающийся вот в отличие от предыдущего материала под названием альфа десерт который имел крупную крошку здесь как раз таки мелкие мелкие стеклянные шарики и они очень приятные на тактильную ободраться об этот материал невозможно соответственно я рекомендую этот материал в абсолютно любые проходные группы проходные зоны даже в кухонную зону потому что первый класс истирание легкий мыльный раствор отмывает вообще практически все понятное дело если мы с вами будем использовать и делать это все правильно то соответственно с моим даже жирные пятна с него без всяких лютых химических растворов вот что касательно нанесения здесь мы используем либо был грунтовку либо альфа крил праймер заколерованы непосредственно по колеровке под данные цвета в данном случае здесь цвета все наобороте указаны при выборе колеровки в при ручном аппарате мы соответственно все это выбираем и колеруют при светлых цветах нам одного слоя будет достаточно при насыщенных темных там база и 0 к примеру рекомендую наносить два слоя как вот здесь я сделан плотный слой этого будет достаточно дальше мы приступаем к нанесению материала материал наносится позиционирует компания в один слой изначально и по желанию по рекомендации вы можете нанести второй слой фактически чтобы у нас он получился с вами красиво особенно на большие объемы я рекомендую носить два слоя в чем хитрость первый слой мы с вами прям тоненьким тоненьким слоем растягиваем для того чтобы у нас с вами была пленка а уже вторым слоем и более плотным накладываем и создаем какой-то некий рисунок вот этим самым у нас с вами квадратура она будет не за двоится в минус скажем так а будет порядка с литра в 2 стоит там 67 может быть даже до восьми квадратных метров все зависит от впитываемой способности вашей стены ну и рельефа если она хорошо подготовлена соответственно там на 8 квадратов и все это растяните вот для нанесения нам потребуется помимо самого материала альфа-лизе нам потребуется все тоже любимый кисточка стандартная мягкая кисть с щекусь секущие 7 концами так сейчас секундочку материал у нас с вами очень красивый материал сейчас вот в нанесении такой прям на базе три пятерки как раз таки вот наша задача напоминаю что первый слой просто нанести тоника чисто технически можно попробовать его нанести валиком со среднем ворсе полой поле акриловым валиком среди ворсом там 8 миллиметров но кисточка мы уже как бы задаем за структуру рисунка поэтому я рекомендую там пробежаться кисточкой то есть мы с вами первый слой не создаем рисунок просто тоненьким слоем мы соответственно с вами просто его растягиваем без затей если мелкий объем у вас если вы уверены в себе то можете попробовать нанести данный материал в один слой но это чревато тем что у вас может где-то будет просвет и может быть где-то будут какие-то неравномерности ну и возможно сделать какие-то некие стыки да поэтому я всегда рекомендую лучше сделать два слоя потому что время высыхания первого стоя будет превышать не боль не будет превышать четырех часов фактически это смешные цифры поэтому за один день принципе тоже возможность это сделать максимум за 2 сейчас видите я тоненьким слоем прям растягиваю материал можно на первый слой его под разбавить водой вообще зовут изготовитель говорит что официально можно разбавить данный материал на до десяти процентов водой этим можно воспользоваться потому что материал действительно довольно-таки плотный скажем так и я бы даже наверное от себя рекомендовал его разбавлять водичкой вам больше будет более комфортно в данном случае его наносить то есть мы с вами хаотично его нанесли здесь же есть еще одна структура нанесения мы с вами можем направленное нанесение делать до кисточка соответственно как структурировать эти мелкие песчинки у нас соответственно будет какое-то направленное фактически продается он только в хаотичном нанесении в направленном я даже ни разу не слышал чтобы кто-то спрашивал если честно вот поэтому хаотично делаем в принципе можно оставлять потому что у меня на выкрасе получилось довольно плотным слоем грунтовка не просвечивается то есть готово но я бы все-таки рекомендовала нанести второй слой чтобы и песочка было побольше и чтобы ну как бы видно было за что уплачены финансовые средства поэтому после полного высыхания мы с вами повторяем процедуру только с более плотным цветом слоем точнее прошу прощения то есть видеть я уже не растираю данный материал я его более плотно наношу ведь у меня уже явные следы остаются соответственно моя задача сначала его нанести на какой-то объем ну сначала растянуть скажем так если вам удобно делать это через валик то делаете через валик мне просто двойную работу неудобно делать сначала валиком потом кисточкой махать мне проще чем-то одним то есть но это сугубо индивидуально и такими крестовыми движениями соответственно мы сами ретушируем данном случае рисунок главное избегать зарубов то есть таких вот движение кисточки потому что данные зарубы у нас будут видны и мы поэтому их убираем то есть у нас с вами движение должно быть на влет и на вылет а так как кисточка стекущиеся концы у нас имеет соответственно мы с вами просто ретушируем рисунка и слегка с минимизируем следы от кисти полностью их убрать но это физически невозможно поэтому в любом случае структуру кисточки будет ну где-то больше где-то меньше напоминаю если работаете вдвоем то чаще меня здесь стену делать от угла до угла и всегда работайте по мокрому краю не оставляя горизонтальных следов либо вертикальных потому что психологии человека всегда видит горизонтальный вертикаль если у вас стыка получится рваном углу то соответственно будет менее заметны когда он не вертикальной либо не горизонтальный материал довольно таки просто нанесение интересно выглядит особенно выделяется хорошо когда какая-то того зоны если еще дополнительную подсветку имеет так как материал перловой травой основе он блестит переливается это всегда красиво вот поэтому с данным материалом все давайте приступим к следующему